А что вас удивило, возможно, когда вы только начинали работать судебным приставом-исполнителем? И вот сидим мы, значит, в суде, и приходит какой-то мужчина. А знаете, такие вот есть, которые цепляются, которые раз, там сразу начал права качать и так далее, сел там, я не буду платить, буду платить, сидит там, каблучивается перед приставом, а там два пристава такие женщины, во, огонь. И они, короче, наблюдали, наблюдали за ним, слушают, слушают вот эти все его там и так далее. Потом говорят, смотри-ка, у тебя колечко тут обручальное, так, ты чё? Ну-ка, давай сюда. И они, короче, одна стала держать его за плечо, другая стала снимать обручальное кольцо. Ого. Я, честно, я вообще, конечно, был шокирован, потому что, ну, даже такого в угол броски мы не делали такого. Пристав не может быть флегматиком и меланхоликом, не подходит эта работа. Тут должна быть такая холерическая, такая чёткая, там, ну, иногда немножечко даже такая жестковатая, там, ну. Вот мы приходим в квартиру, она уже знает, сей дождук ее знает, она такая, что за квартиру вы не платите? Говорит, да вот это то сего, вот это чё, новый линолеум, что ли, положил? Да, всё, давай снимать. Говорит, ну, что там, разве можно там, я не буду даже имя-отчество говорить, когда это в судебном приставе. Ну, вот такие вот приемы, они рабочие, на самом деле, на грани они закона, может быть, я не могу о ТОВ так спорить. Приглашаю в мой чат поддержки в Телеграм, там мои клиенты и обычные люди, которые списывают в себя долги и кредиты, вы можете с ними пообщаться. Ссылка на Телеграм-чат в описании, а QR-код вы сейчас видите на экране. Ну, эти же приемы, они и сейчас актуальны, правильно? Они, безусловно, и сейчас актуальны, и во всех службах они на грани. Ну, например, вот как попасть в квартиру, когда должник не открывает? Это жилище же неприкосновенно, но простые приемы, там, выключить свет в подъезде, человеку интересно, почему у него сломалось. Например, одеться в халат и сказать, что ты сосед снизу, вы чего меня заливаете? Ну, это касается ведь людей, которые злоупотребляют своими правами, скажем так. Я никому не открою, вот у меня пулемет Максим, я сейчас буду по вам стрелять. Это называется, я знаю, как оперативный подход. То есть, без такой вот крестьянской смекалки, наверное, не исполнить. Иногда нужно схитрить. Но не все же приставы прибегают к таким приемам, правильно? Не все, да. Вот почему я работал по особо важным делам, я начальником такого отдела, потому что более такие, скажем, активные, напористые, они вот попадают в такие отделы, и там уже меняется опытом и так далее, потому что сложные исполнения тебе по-сложному противостоят. Сложные исполнения, именно дела, которые особо важны, это какие, к примеру? Ну, это бывает, знаете, как правило, крупные суммы взыскания. Вообще, ну, передается по критериям, ну, общий критерий крупной суммы, но не всегда. Это какое-нибудь, может, градообразующее предприятие. Может быть, оно относится к ВПК. То есть, вот у меня был доступ к секретным сведениям, оформлялся. Ну, например, не знаю, системный взыскатель какой-нибудь Сбербанк пришел на совещание, сказал, ой-ой-ой, нас плохо взыскивает, скоро вся финансовая система упадет, нам не на что будет жить всем. Ну, знаете, вот так вот. И идет команда там сверху, все там по Сбербанку, чтобы было и все, и так далее, и тому подобное. К сожалению, на последнем приоритете, надо сказать, это наши граждане с их решениями судов. Всем большое спасибо за просмотр, благодарю. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.